Всем привет! Вы на канале Жизнь в кето-бла-бла-фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мой сегодняшний кето-обед. Хотя у меня сегодня продолжается придуманная мной неделю назад практика корневора. Раз в неделю якобы как бы для слива лишней жидкости. Как это всё будет происходить? Ну, я думаю, вы узнаете ещё на моём канале. Будет там что-то происходить, не будет происходить. Всё, как говорится, в текущем режиме будет подаваться. Но на данный момент в любом случае сегодня я ем без углеводов. То есть даже никакой зелени не будет, никакой клетчатки в принципе. Для меня это на самом деле замечательная вещь, потому что мой пищеварительный тракт просто радуется уже от того, что не будет никакой травы и клетчатки. Мои мозги капусту любят, а вот кишки, так сказать, находятся в жёсткой конфронтации с моими мозгами. Поэтому сегодня вот то, что вы видите, это сейчас мой обед. Это 900 килокалорий. Ещё 100 килокалорий. Был завтрак ровно 100 килокалорий. И на ужин будет ровно 900 килокалорий. Точно такого же качества, как и представленное сейчас на видео. А именно, что сегодня у меня. Ну, конечно же, это яйца. Яйца с майонезом аж 30 грамм. Остатки уже скумбрии маринованная. Она такая чуть-чуть с уксусиком. Такая малосольненькая с уксусиком. Это у меня тоже ещё продолжение печёночных оладушков. Их ещё там у меня тоже ещё полным-полно. Это же 25 грамм вкуснейшего солёненького сала. Вот оно прямо из морозилочки. Такое мороженькое. И сегодня необычная вещь ещё у меня сегодня есть. Это конина копчёная. Здесь, по-моему, ой, как бы не соврать, то ли 40, то ли 50 грамм. Но если вам нужно точно знать, сколько вообще всего у меня в обиде каждый день, и в этом обиде частности, что-то у меня с голосом, то, пожалуйста, заглядывайте в описание под видео. Там всё подробно, все калории, граммы и всё такое. То есть, вот это вот конина копчёная. И я хочу сказать, по-моему, вот я не припоминаю, чтобы я когда-либо... Я её вообще, в принципе, редко ела в жизни. Хотя очень люблю. Но просто по простой причине, что она очень даже, очень даже очень дорогущая. Тем более копчёная уже такие полуфабрикаты. Вот. И я особо в ней не разбираюсь, но помню очень хорошо все те счастливые моменты, когда ела конину. Это очень вкусно, тем более копчёная. Причём самое смешное, что самое копчёное, ой, самое, вернее, вкусное у конины – это жир копчёный. Это не только вот я как китозник это говорю, но все, кто когда-либо пробовал копчёный, вот особенно, или вообще конский жир – это очень-очень-очень вкусно. Ну и говорят, тоже полезно. То есть, там жиры такие, ну, качественные как бы, да, в конине. Вот. Потому что, во-первых, не ест, что попало сама по себе. Лошадь, она только хорошие продукты кушает. Вот. И на десерт будет ещё 20 грамм грецких орехов и ещё вот мои вкусные, привкусные, сладкие и очень синие шоколадные конфеты. А ещё хочу сказать, не знаю, поделиться или как, в общем, короче, из остатков пасок вчерашних, то есть, вернее, куличей, я сделала сегодня вот такое вот замечательное. По итальянцев это называется бискотти. Ну, то есть, короче, это сухари из бисквитного теста. Ну, то есть, из бисквита, ну, в общем, короче, из пасок, короче. Из пасок вот порезала остатки и сделала, посушила их, то есть, ещё, вернее, даже не посушила, а поджарила их в духовочке. Они получаются такие очень, ну, то есть, сухие-присухие и на самом деле получаются совершенно какой-то новый вкус. Ну, естественно, и хранятся они тоже, соответственно, вообще, ну, как и сухари до бесконечности, как говорится. Но при этом они бисквитные, сладенькие, значит, всё такое. Сама, конечно же, я это вообще в принципе не пробовала, ни когда вчера готовила, ни когда это всё паска, так сказать, отмечалось вчера, ни тем более в таком виде вот засушенном. Ну, а так я, кстати, хочу, ну, я это к чему и говорю, что рекомендую, если вы много-много этого всего напекли и осталось ещё много у вас этих самых куличей. Вот такое у нас сегодня кето-карнивор, которое всё равно рулит. Магия вечно скоро, кстати, на моём мистиканно-канале будет новое видео-продолжение там про сны, там вообще, вообще глубоко из личного, всё-всё-всё-всё. Поэтому следите, так сказать, за выпуском новых видео на этом канале. Ну, и сюда, конечно, что-нибудь пишите, лайкайте, делитесь и всё такое прочее. Короче, всем пока! До новых встреч!